Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И мы обратимся сейчас к 10 главе 2-го послания апостола Павла Коринфянам. В довольно краткой 10 главе Павел переходит от разговора о пожертвованиях для нуждающихся христиан к следующей, тоже для него важной, хотя и довольно болезненной теме. Это разговор Павла о себе и о содержании конфликта и обвинениях, которые против него кто-то выдвигал. Дело в том, что, по-видимому, в коринфской общине появились люди, которых сам Павел читает лжеапостолами, лжеапостолами ненастоящими, которые подвергают сомнению и проповедь Павла, и содержание, и мысли, все то, чему он учил Коринфян. И люди эти, по-видимому, весьма были о себе высокого мнения и очень высоко мудрствовали. Что-то такое несли глубоко возвышенное, такое о неземных мирах и так далее, и прочих духовных деланиях. Поэтому на этом фоне Павел выглядел слишком просто и приземленно. Подумаешь, что нафть его, любите друг друга и бескорыстно помогайте. Это вроде совсем не такая духовная вещь. Ну и вот в этой ситуации Павел, как всегда, с одной стороны неохотно, а с другой стороны довольно горячо, с большим жаром, пытается объяснить свою позицию, почему он не считает свое свидетельство, свое Евангелие, как он выражается, свое благовествование, чем-то упрощенным и приземленным. Нет, говорит апостол. Вот я, Павел, который лично между вами скроменно, заочно против вас отважен, он говорит о том, что в письмах он довольно жестко и откровенно, как он выше, кстати, уже упоминал, прямыми устами выражает свою позицию Коринфянам, но когда он был в Коринфе, он довольно мягко с ними обращался. И вот он говорит, я вас прошу, чтобы, когда я приду, мне не нужно было употреблять никакой строгости, давайте проговорим, так сказать, все, как есть вот сейчас. И апостол говорит, мы, ходя во плоти, не по плоти, воинствуем. Я хочу, говорит он довольно строго, сказать о тех, которые помышляют обо мне, Павле, что я поступаю по плоти, по законам плоти. Историки склонны думать, что все же Павла могли обвинять и в некоторой корысти, в том, что вот он собирает эти пожертвования, и вроде как не вполне бескорыстно, при том, что он работал, зарабатывал себе на жизнь сам и так далее. Поэтому он в этом письме и так много говорит об этом. Говорит оно, что и братьев мы от церкви посылаем, чтобы они свидетельствовали, как расходуются эти деньги, что мы ничего там себе не берем и так далее. И вот об этом способе поступать с корыстью Павел выражается, что мы поступаем по плоти, потому что он называет плотским законом, плотским устремлением, как раз стремление присвоить себе некоторое количество чужих денег. Ну, это действительно все, в общем, просто и понятно. Речь идет о таком довольно скользком месте, на котором и впрямь многие спотыкаются и падают. И вот поэтому апостол говорит, нет, мы живем во плоти, то есть в этом мире, как существуем, но не по плоти воинствуем. Мы не по этим законам, и эти пожертвования, говорит апостол Павел, мы не растрачиваем и не проедаем, на себя не используем, что, собственно, и означает, не по плоти воинствуем. Здесь нет речи ни о каких физиологических сторонах, того, что часто мы понимаем под вот этими словами про плоти, по плоти, не по плоти, воинствуем и так далее. Речь идет, повторяю, не о физиологии организма, с жен вообще не про то разговор, а именно о отношении к пожертвованным деньгам. Вот Павел говорит, мы не движемся здесь корыстью, и старается своего читателя, адресата этого письма, убедить в этом. Он говорит, мы не по этим законам действуем. Что значит не по плоти воинствуем? Да, мы живем во плоти, и нам нужно для этого, нужны какие-то средства, но не по законам плоти, когда люди хватают все деньги, до которых в состоянии дотянуться. В этом смысле Павел честь, он живет на то, что заработал сам, а пожертвования – пожертвования. Это отдельные, они под контролем. Он уже далеко не первый раз на протяжении всего нескольких страниц на этом настаивает, для того, чтобы его собственно служение свидетельства о Христе не было подвергаемо нареканиям. Вот. И апостол говорит здесь о том, что оружие воинствования нашего, то есть то, чем, как мы действуем, мы свидетельствуем, принадлежат Богу. Принадлежат Богу. Удивительную формулировку он говорит, вот этим Божьим оружием неплотским мы пленяем всякое помышление в послушании к Христу. И если хотите, это тоже совершенно потрясающее, случайно оброненное Павлом формулировкой того, как он видит в себе свою пастырскую задачу, как апостола, как пастыря, как свидетеля Христова. Мы пленяем помышление, но не в послушании себе и не в послушании неким абстрактным принципам, а в послушании Христу. То есть труд Павла заключается в том, чтобы те люди, к которым он обращается, с кем он строит свои взаимоотношения, свою общую жизнь, с кем он трудится, чтобы они начали слушаться Христа, пленяем всякое помышление в послушании Христу. И это тоже удивительная, чрезвычайно важная формулировка. И дальше апостол говорит о том, что, ну, собственно, вообще на себя, на свою жизнь и друг на друга надо смотреть именно с этой точки зрения перед лицом Христовым. Христос – единственная мерка. Он говорит, кто уверен в себе, что он Христов, тот сам суди по себе, что и мы Христовы. Он имеет в виду, по-видимому, тех лжеапостолов, которые клеветали на него в коринфской общине. И вот он говорит, ну, вы думаете, что вы Христовы? Ну, вот я, пишет Павел, пленяю помышление в послушании Христу и ему принадлежу сам. Если вы в самом деле такие, почему же вы не понимаете, что я принадлежу Христу? Сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы. Ну, может быть, и даже вероятнее всего, что здесь в некоторой полемике апостол высказывается не без сарказма по отношению к этим самым лжеапостолам. Тем не менее, все-таки он предполагает, что люди, которые принадлежат Христу, узнают друг друга в этом. Поэтому он с сарказмом и говорит об этих лжеапостолах. Они бы поняли, что я Христов, если бы сами действительно Христу принадлежали. И вот он говорит о том, что Господь дал нам власть нашу к созиданию. Значит, созидание церкви для него это как раз вот такое всякое помышление пленять в послушании Христу. ни в чем другом не соединяемся мы, как в том, что вместе каждый из нас слушаемся Христа. И дальше он говорит о том, что неразумно измерять себя самими собою. Важно понимать, что все мы существуем в какой-то такой системе координат, где начало координат и единица измерения – Христос. В этом смысле удивительно, я бы сказал, современный, почти на языке современной математики, фрагмент. Апостол говорит, вот точка отсчета и единица измерения – Христос. А если ты измеряешь себя самим собою и от себя отсчитываешь – это безумие. В этом никакого нет смысла. И снова здесь в конце 10 главы апостол возвращается к одной из часто встречающихся у него мыслей. Не могу назвать это, так сказать, излюбленной мыслью. По-видимому, Павел не любит об этом говорить. Ему это не нравится. Но ему приходится. Он говорит, что оправдание моего служения «Вы в Господе». Я хвалюсь, мы хвалимся тем, что мы и до вас достигли благовествованием Христовым. Не то, чтобы мы вам еще пытались что-то объяснить, мы уже достигли вас благовествованием Христовым, и в этом моя похвала. То есть Павел говорит, вы моя похвала, потому что вы уверовали, потому что вас нашел Христос. И, собственно, говорит апостол, именно этим и нужно хвалиться тем, что действует Бог, тем, чего достигает Бог через все наши поступки. Это тоже очень важно, я бы сказал, в обобщенном виде идея. Апостол говорит о том, что да, действительно, мы нуждаемся в том, чтобы было чем похвалиться. было чем оправдать свое существование, скажем так, да, что-то хорошее. Но в наших трудах, говорит апостол, это всегда принадлежит Богу, то, чем имеет смысл хвалиться не собой и своими достижениями, а тем, что Бог действует, и мы имеем к этому какое-то отношение, принимаем в этом участие. И плоды, которыми имеет смысл хвалиться, это плоды, которые принадлежат Богу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok